Сегодня у нас 13 октября 2015 года. Вот мы решили выравнивать дорогу. Иначе придумал. Вчера сильный дождь был, и тут прошли машины, нам надо все выровнять. У нас свой грейзер теперь. Воль на выдумку тетра. Видишь, что делать? Ты видишь, как теперь? Смотри, как я делаю. Посередке держи. Где надо нажать, где отпустить. И она заваливает почти все. Пошел. Это насколько быстрее, чем просто лопатой идти. Это мы готовим к ощепню. О! Котина опять была. И уже с этой. Так, давай. Уже пошел. Давай, давай, давай. Все. Это грейзер. Ну, Никита. Смотри, что мы делаем. Он пошел, кто-то бросил доску. Меня одного там оставили. Видишь, как? Самый край, вот этот вот, который вышел, мы его правда убрали. Ну-ка. Давай до конца. Стой, 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 стой. Давай, вот. Скорость как-то решил. Я отставать начал. Пользуйся. Матер хороший у него. Открывайся назад. Не задальше. Давай. Мы думали сначала прямо, а она тянет все за собой. Теперь мы решили, ну, из косов делать. Ну-ка. Ты видишь, что делается? Мы прям за один раз завалили вот эти от грейдера цветы. Надо смотреть за этим. Так, подожди, Никита. Ну как, устал? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай, становись туда. Давить не надо. Так как я делал. Смотри, назад-то. Гляди. Мы загладили-то ее как. Я не знаю, как правильно будет держать. Через плечо. Держи. Это сегодня у нас творник. Ты сильно ее загнул. Совсем загнул. Не, вы все. Вот так, давай, так. Это от меня зависит. Так, ладно? Да. Ладно, это не ладно. Чтобы обе эти засыпали. Так, так, стой, стой, стой. Кто-то. Да, ну еще, ничего. Она не за раз. Маленько поджимает. Ну куда ты такую срать нагребка? Чтоб закрыла. Чтоб загрести два сразу. Вот это явно что, веревочки мы оторвем. Ты маленечко приподнимай чуть-чуть. Чуть-чуть, не надо. Ты маленько. Неправильно поднимаешь. То есть, не просто на себя поднимай. Ну все. Тут уже выше твоего разумения. Давай, посадим. Чуть-чуть, только на сантиметр что-то изменилось. Он сразу в тупик становится. Я не могу никак еще с ним сделать в этом вопросе. Потихонечку. Давай. Видишь как? Маленько и все растесалось. Ты начинаешь ее кверху тянуть. Там бугор остается. Ну ты вот так можешь? Чтоб она у тебя уходила. Подворачивай ее маленько. Давай. Подожди. Ты как-то в тупик. Ты сразу впадаешь. Держи. Раз ты устал, я был. Да ведь не надо. Ну маленько только. Приглядывайся. Что? У меня мотор-то ведь... Вот это вот завалить надо. Смотри, какая глубина. Бурлаки-то на Волге, они же... Стон над Волгой некрасов слышал. А у нас никто и стона не слышит. Небось, некрасова нет. Кстати, а видишь как идем? Уже глины нету под ногами. Лепешек на ногах нету. Мы сейчас разгладим, начнем хлопать его. Ну а дальше что? Дальше дорогу ждать, когда просохнет. Так. Теперь держи так. Я попробую на плечах. Может быть так легче? Ну так вообще хорошо. Вот сейчас смотри, вот это вот разгладишь, нет? Вот эту вот. Прижимай маленько. Смотри вот здесь, чтобы разгладить. Я же разгладываю, разгладываю, что-то у тебя легко и идет сильно. Вот как. А это мы дошли до нашего тоннеля. У нас когда колодец копали, и там стены стали на обрушение, доски, староковку, в дугу гнет, мы поняли, это капут, старый колодец. Надо было в новом месте. Мы все бросили. И Аким там был, я. И мы пошли к нашей маме. Мама, а я уж под 80 лет. А опыт у нее большой. Ну-ка, посмотри, приди. Она посмотрела, где эти мои. А зачем же вы старый-то колодец-то? Надо новый было копать. А старая земля, она насыпная. Ну, насыпная, значит, она прощести не имеет. Вот где. Вот в одном месте много песка, а грейдер не виноват. Потому что она у нас, когда он глину здесь ровнял, то она комками шла. А теперь песок. Он ее выровнял. А раз выровнял, значит, где-то яма, где-то бугор. Ну и мама говорит, ладно, ничего не делайте. Сразу свой псалтырь, каноны, акафисты, в кучу. Там корова была. Еще жить негде было, у коровы жили. Коровы сделали, а себе нет. Палатку. Помолилась, приходит, начинайте. Господь благословил. Она имела прямую связь с Богом. Мария Егоровна. Ну вот, стало она, стали мы делать. доски аж трещат. Распоры. Вылез. Ну кто полезет? Ну так порешили. Кто одинокий? Я говорю, я полезу. О нет. Врат Павел полез. Ну и выкопали колодец, получился хороший. Ну, там черпать не пришлось мало. Вот смотри, что получается. Вот она какая здесь вчера была. Вода шла. Вон она куда пошла. Вчера я ее здесь маленько надо будет прокопать еще. И она уже несла песок. Так, держи, Никита, сейчас по краю пройдем он там. Видимо, уже прошли, почти выровняли. Вот тут пень высоко. Мне еще раз показалось это человеку. Ну-ка, давай. О! наш песок растянули. Можно за место вас? Ай! За место вас можно встать сюда? Можно! Это знаешь, как здорово. Ну-ка, Никита, давай, Володя, руководи. Видишь, как я взял? Вот я говорю, Никита, как привязано? А я вот это вот замотал вокруг, он смотрит здесь, как привязано. Ну, это привязано. Привязано к это, к доске веревочка, он так и не мог найти. То есть, ну, ни с места, не издвигается. Я его понуждаю, говорю, смотри, конец веревочки найди. Вон она где. Тогда он увидал. Ну, а как она привязана? Сразу раз, подними кверху. Вот, подними. И показано вот здесь. О! Он говорит, гвоздь вы согнули. Ну, я согнул. А шляпка где? Шляпку не загонишь, дерево. Он опять в тупик стал. Я говорю, я сначала отпилить ее должен был, шляпку. Открутить. А потом согнуть. А потом забить. И она получилась петелька. Вот. А теперь за нее веревочка. А теперь, гляжу, веревочка может порваться. Сделали двое. Теперь, я говорю, натягивай веревочку. Ну, никак не может понять это. Но уже это знаешь. Теперь ты это можешь сделать, такую доску? Смогу. Можешь. Видишь, как каждый день идет на учение. Я ничего не скрываю. Вот. А это я прибил, руководить. Давай. Запрягайся. Забирай только путь. В грязь нигде не сходите. Там, смотри. Слева края. А? Ну, 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 ну. Давай, ты туда, туда. Куда, руководит? Тобой руководит эта. Так, я, смотри, чтобы она была на бок. Поэтому, что нужно делать? Я говорю, чтобы она боком шла. Что? Он тогда повернулся вот сюда. Ну, куда она пойдет-то? Чтобы вот этот нож шел боком, маленько, чтобы с него сползало. Подожди. Что нужно для этого сделать? Этот он ее поворачивал. У него рули есть там. Вот этот нож, доска-то, она все время имеет, то так повернется, то так. Чтобы повернуть ее сейчас сюда, к середине, что нужно? Как угодно. Одну покороче. Вот так. Все. Определи, как ее. Тоже кое-как договорились. Вот теперь понятно. Ну, никак не идет на рассуждение. Так, надевай крепко. Ты на одно плечо надел, это плохо. Почему? Ты на два сделай, чтобы... Не, через дверь. Ну, давай, как хочешь. О! Ты прижимай крепче, где можно. Так. Вот так, теперь держи. Никита, пойдет дело. Вот оно как. Мы сейчас ее, где уже вчера прошли лопатой, малечко подталкивай ему правильно, но не дави. Так, Володя, она у тебя, ну ладно, если она прямо стала. Подтянется на стороны больше, с другой больше оставь. Вот так даже было. Вот так, вот так же. Хорошо. Вот как. Это наше вот самое озерко. Вот рядом. А то мы тут на той стороне будем. Нет, ни досок не везут, ни щебня, все перекрыто. И уезжать нам никак нельзя, пока не доделаем. Вот. Тут надо несколько раз пройти, потому что, видишь как, неровности. У-у-у, даже сравнивать нечего, как меняется сразу картина. Это сегодня у нас, наверное, 13 октября уже, а 10-го хотели уехать. 13-го. Ну, ничего не сделаешь. Поехал один брат, Игорь Глушков, в город. Так, направь туда стопы свои. Вон туда. Верни назад. Вот отсюда возьми бок. Вон туда, вон оттуда, оттуда. Ну-ка еще маленько. Маленько назад. И теперь вот сюда вот. Пытайся пройти боком. Вот это вот. Видишь, какая неровная. Так. Сильно это наклоненно. Побой. Ну, маленечко, чуть поменьше, сбавь. Вот так, пошел. И он в город поехал, дали адрес Ольге Ворову. Ничего, не взял. А она во вторник получать. А Игорь вдруг едет в пятницу. Ну, неприятно, что только о себе заботится, как бы, человек. А может, он торопился. Ну, она говорит, у меня на работе там нету. Ну, то есть, не взял. Что дальше? А дальше что? Дальше начали. думать. И я за ночь сам здесь закачал, кажется, два или три ролика. Ну, достаточно до пятницы. Тут записали. И вот сегодня мы это делаем. И сегодня можем выставить. Видите, как, вот так, осторожно. Смотри. Сделай так, чтобы она, это сильно комками идет здесь. Давай как, тащи. Прижимай его. Не поднимай, только не поднимай. Поднимать нельзя нигде. Вот так. А окончательно это щебень. Так. Видишь, как здесь, здесь проем какой. Вот тут мы прошли. Ну, я думаю, что смысл понятен. Работать надо. Бурлаки никуда не делятся. Подожди. Никита, у тебя вот тот конец вообще прыгает идет. Верни назад. А ну-ка, я попробую на... Снимай рукавицы. Сейчас я здесь буду. Не урони только. Вот это вот попадает, это не такое. Это выбрасывается руками. Так. Пошел. Это в нашей власти руководить. На какую сторону подвинуть. Так, подожди, Володенька. Тут у нас что-то бугор получился назад. Еще. Вот здесь вот. Вот так вот иди. Пошел. О. Так, еще маленько наклонить надо ее. Укороти эту. Вот так. Во. Давай. Видишь, тут надо думать, чтобы она в отвал шла, которая неровности сразу заболевала. Это хорошо. напряжение. Ого. Так, подожди-ка. Это вот так вот. Давай. Маленько попробуй. Видишь, как уже почти совсем завалили. нам разницы нет по какой стороне. Сейчас вот оттуда дойдем и повернем назад. Вот здесь вот. Так, а мы здесь еще не работали с лопатой-то. Подожди. Володя. Да. Ну да. Сейчас надо лопатой сюда накидать. Вот. Смотри. Территория-то какая. Вообще. А тут пойдет когда-то. Ну, тут побольше песка потом маленько подсыпем. Она уже почти. Это тут уже утоптанный. Так мы и там не выравнивали еще. С левой стороны еще не выравнивали. Ну, не выравнивали, вернемся назад. Попробовать вот здесь вот. А ну-ка, вот это вот давай-ка пройдемся. Вот так туда иди. Прямо по горбу иди. вообще замечательно. Это мы сегодня первый раз опыта никакого не было. Но сейчас у нас уже опыт небольшой. Дело в том, что когда мы готовились на миссионерские длительные поездки, очень длительные. По нескольку месяцев. Так. Ну, все почти. Все, заборачивать надо. Мы говорили, у нас нет никакого опыта. И мы везде все в интернете выискивали. и я так и не нашел как готовить, как охранять, в каком месте. Но уже через месяц у нас был небольшой опыт. А в конце мы сказали у нас опыт. И мы передаем. Так, так идти. Как лучше идти. А ну-ка давай, переверни его. Короче, сделай другой конец. Вот так. Во. Видишь, как настоящий грейдер. И мы проехали благополучно от Владивостока. Везде ночевали, заезжали. Дальше в лесополос и в лес с собой была мощная собака. Всегда с молитвой. Доехали до Португалии и Лиссабона от Тихого до Атлантического океана. Никто не заболел, ни собака. Ну, то есть мы вернулись здоровы и транспорт вернулся. Хотя с транспортом были вопросы. Там полетел важный момент. Ну, заводской брак. Ульяновский завод нам сказали в Нижнем Новгороде, где машина была изготовлена. Ну, тут мы это дело почти сразу можем выправить. Вот видишь, как. Вот оно что. уменьши это веревочку еще чуть-чуть. Справа плеча уменьши, а туда подальше. Давай. Да? Да. О, теперь она легко впадает туда. Прям посмотри, как песок идет. Она заваливает. Вот так. Маленький опыт появляется. Ну, а сейчас еще лопатами подкидывать их. Когда куда-то дойдешь до лопаты. Ага, тут перепад будет. Ну, еще давай. Надо больше, наверное. Ну, еще, ничего. Давай. Это оттуда откидывать надо потом будет. Так, по краю пройти. Теперь наоборот сделай короче, чтобы его туда заносило. Назад давай-ка. О, пошел по краю. О, пойдет? Давай. чтобы на середку к нам оно шло. на середине. Вот. Ага. 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 авария я сильно давил на эту сторону ладно давай давай пока на 1 потом я думал дома взять гвозди палку дополнительно давай надо было так давить я думал как ее сделать прибить я при поеду так на угольники возьму давай западу банка все вот сюда относи и на этом конец я поеду за инструментом и палку маленько заменю и сделаю ей тут угольник она просто так опытный образец ну вот все по славу божию